Всем доброго времени. Собрались вот у меня вот такие слиточки. Собирал я их по 2, по 3, по 5 грамм. Это и из моего материала и из материала клиентов. 2, 3, 5 грамм чистить, доводить до 3 девяток это нереально. Поэтому я с клиентами рассчитывался уже готовым металлом. Откусывал, плавил и отсылал. Вот тоже готовый. 3 девятки. Здесь тоже. Ну а здесь конечно нету. Вот здесь более-менее приближенно. Здесь тоже. Ну здесь видим. Вот с этой стороны. Такие вот они. Ну и пришло время почистить их, подготовить вот, чтобы были вот такие вот 3 девятки. Сейчас я их буду измельчать в воду путем плавления. Сначала конечно взвесим, сколько их. Затем сплавлю воду и еще раз взвесим. Так, вот самый такой нечистый. Вот. Почти 30, ну в общем 36,90. 36,900. Не совсем чистое золото. И сейчас я буду чистить его от примесей. Но сначала сплавлю, сплавлю в воду. Измельчу таким путем. Сплавил золото вот в воду. Вот такие кусочки конечно реально, я неправильно сказал, чистить. Реально, но невыгодно. Потери будут. Вот, вот понемножку, несколько раз, вот и несколько раз будет потери на фильтре, еще на чем-то там. Ну, взвесим. Лучше вот таким количеством насобирать, затем уже чистить. На одном слитке была бура немного, возможно на других по чуть-чуть. Вот такой вес 36,90, 36,930. Ну, бура, возможно и в тигле еще была. И плюхнула в воду. Вот такое золото сейчас, да. Загружаю в стакан на 2 литра. Вот, 2 литра. И залью сейчас соляной кислотой. Золото растворяет соляная кислота. Но только с окислителем азоткой. Ну, возможно и с другими там окислителями. Но только с окислителем. Я сейчас наберу где-то, ну, сначала 200 миллилитров. Наберу, затем еще подолью. Нагрею на плитке. Поставлю на плитку, нагрею. И буду по чуть-чуть добавлять туда окислителя. Азотку. Азотку буду добавлять. У меня соляная кислота 15-ти процентная. А концентрированная, она 30-ти процентная. Значит, мне нужно будет влить в 2 раза больше соляной кислоты, нежели нужно. А нужно на 1 грамм, на 1 грамм растворения золота, нужно 5 миллилитров царя, царской водки. Ну, я буду в 2 раза больше вливать. Ну, сначала только соляную кислоту. И добавлять азотную кислоту как можно меньше, под конец. Под конец уже, потом посмотрим. Если прекратится реакция, буду просто каплями добавлять, чтобы азотки не оставалось в растворе. Ну, а затем уже продолжим. Вот набрал почти 200 миллилитров соляной кислоты. И все сюда вливаю и ставлю на плитку. Подожгу ее и пускай греется. Раствор этот, это соляная кислота. Затем буду добавлять азотку. Вот соляная кислота уже нагрелась. Видим, что парит. И никакого растворения. Сейчас я сюда волью азотной кислоты. Ну, сразу можно влить в миллилитру 50, но я вливаю вот миллилитров 20. И посмотрим. Это укислитель. И вот сейчас соляная кислота растворяет золото при помощи окислителя. Вот такое растворение. Ну, и затем, когда прекратится реакция, я снова долью азотной кислоты и, возможно, и соляной кислоты. Доводить раствор до кипения не следует. Так греть на малом огне, пускай постепенно растворяется. Я засек время. Ну, и скажу, сколько уйдет вот на такое растворение. Вот такой раствор уже становится. Вот такая реакция там. Один час и сорок минут прошло. Вот на такое растворение. Значит, доливал я еще 100 миллилитров соляной кислоты. Ну, и миллилитров 20 снова. Сразу 20, затем еще 20. Азотная кислота. Азотная кислота у меня 96, ой, 56 процентов имеет. Ну, вот я долил и сейчас там остаются, вот, возможно, видно, они там бегают, где-то два кусочка или три, два, да. Два кусочка золота осталось. И вот я их сейчас дорастворяю на минимальной азотке. Вот диоксида почти не видно в стакане. Значит, там и азотки очень мало. И я постараюсь вот на таком уровне все это дорастворить, чтобы не было лишней азотки. Если вдруг прекратится вот эта реакция и не станет в стакане диоксида, я буду, ну, по каплям добавлять азотку, чтобы вот эти два камушка там или шарика, что там уже с них случилось, ну, кусочка этих два, чтобы они полностью растворились. И чтобы как можно меньше оставалось азотной кислоты. Соляная кислота нам не помешает, а азотная кислота при восстановлении всегда мешает, ее нужно гасить. И вот, чтобы ее меньше осталось, потому что я потом расскажу, зачем, чтобы ее вовсе не оставалось. Придется еще и гасить эту азотку. Ну, я потом уже, когда все растворится, поставлю сюда на стол вот этот раствор. Как видим, он вот такой цвет имеет. Поставлю на стол и буду рассказывать, расскажу, что я буду дальше делать с этим раствором. А цвет он имеет вот такой, потому что, возможно, там есть что-то там из платиноидов, возможно, что-то есть. Возможно, сама платина, возможно, даже и палладий, возможно, там чуть-чуть попал. А, возможно, просто железом тоже чуть-чуть. Ну, потом посмотрим. Ушло ровно два часа времени на все растворение. И вот такой раствор. И сейчас нам нужно избавиться от азотки. Если она там осталась. Ну, там, если осталась, то очень минимально. Вот у меня сульфаминовая кислота. И я сейчас сюда всыпаю. И ее здесь не видно. Никакой реакции не наблюдается. Азотки здесь не осталось. Она вся сработалась вовремя с растворением золота. А вот сюда всыпать карбамид нельзя сейчас. Потому что погасится и соляная кислота. А нам соляная кислота здесь нужна. Для чего? Я сейчас этот раствор оставляю на ночь. Сейчас вот вечер. Я до утра. Утром только приду сюда. Соляная кислота осадит, выделит хлорид серебра. Если другом здесь оказался. Это серебро, если оказалось здесь. Значит, оно упадет хлоридом. И если здесь и палладии имеется. Тоже он упадет палладозаменом. Или хлоридом палладия. Так что соляная кислота здесь нужна. Плюс к тому же я еще и долью. Это соляная кислота. 20 миллилитров. Я еще добавляю соляные кислоты. Помешаю. Можно еще немножко воды добавить. Чтобы не такой жужжатый раствор был. И все. И оставляю на ночь. Что выпадет. Все это я соберу на фильтр. Посмотрим уже, что там выпадет. Какая муть выпадет. Это какие-то там хлориды должны упасть. Если они здесь имеются. То есть серебро, палладий. Возможно и платина так же упадет. От соляной кислоты. Азотной кислоты здесь нет. Серебро держать некому, так сказать. Только азотка может держать в себе серебро. Ее нет. Только соляная кислота. Значит серебро выпадет хлоридом. Ну и возможно. Я не знаю как железо. Выпадет оно или нет. Возможно останется в растворе. Если его там мало. Оно не помешает при осаждении. Так что я сейчас все оставляю. А утром посмотрим. Совсем мало осадка выпало. Чуть-чуть какая-то белая пеночка сверху имеется. Ну а на дне там более всего что. Бура. А так больше ничего. Конечно буду фильтровать. Вот через такое устройство. Через белую ленту. Самотеком. Без вакуумника. Вот сейчас такой фильтр. И посмотрим на него после фильтрации. И после фильтрации. Вот такой фильтр. Ничего там такого я не наблюдаю. А вот. Молекулы. Золото. Чуть-чуть остаются. Я промывал конечно. Росинкой. Но. Чуть-чуть что-то остается там. А если все это почистить по 3 грамма. Так это будет 12 фильтров. Вот таких вот. Вот вам и потери. Но это не потери. Эти фильтры можно собирать где-то. И затем когда-то переработать. Отмыть их. От этих молекул. Ну а сейчас вот этот раствор ставлю на плитку. Добавлю конечно воды. Где-то на 800 миллилитров. Чтобы было. Такой объем. И поставлю на плитку. Доведу до кипения. И буду восстанавливать золото. Гидроксиламином. Солянокислым. Вот такого цвета раствор стал. После нагрева. Значит в растворе есть железо. Вот такие вот там примеси. Ну вот. Раствор почти до кипения нагрелся. Там уже происходит какая-то реакция. Появляются крупинки. Вот. Из них реакция идет. Возможно это уже. Так начинает восстанавливаться. Золотом. Без восстановителя. Ну сейчас я набрал вот 3 кубика. Гидроксиламина. Насыщенную. И сейчас волью сюда. Сниму крышку. И волью. И посмотрим что произойдет. Здесь азотки совершенно нету. Только соляная кислота. Ну и вот. Сначала попробуем. Чуть-чуть вольем. Вот такая вот реакция идет. Так что. Гидроксиламин он гасит и соляную кислоту. И нужно его вливать сюда по чуть-чуть. Сразу. Да и под конец тоже. Вот такая происходит реакция. Много вливать нельзя. А то не хватит стакана. Вот. Три кубика уже влил. И подожду. Вот. Пускай так реагирует. Вот. Через время я включусь. Посмотрим что произойдет. Но пока три кубика. Насыщенного гидроксиламина. Уже влил 30 кубиков. Вот это все показывать рисково. Нужно иметь две руки свободных. Потому что реакция непредсказуемая получается. При вливании гидроксиламина. Вот так гасится соляная кислота. Уже прошло почти полчаса. 25 минут. 25 минут. Еще нужно греть, греть и греть. Наверное понадобится час времени. И нужно постоянно за этим наблюдать. Особенно когда вливаю гидроксиламин. Нужно следить. Потому что идет вспенивание капитальное. Не захотелось мне рисковать. Вот этот раствор, который сразу был. Вот разделил пополам. Там было 800 миллилитров. 400 сюда отлил. Поставил вот на плитку. А сюда долил воды. И добавил гидроксиламина. Уже порошком. И вот процесс пошел. Час времени. Вот только начал восстанавливаться. Я не захотел рисковать. Потому что при добавлении сильно вспенивалось. Ну и вот. Вот эта золотая метель только началась. Теперь нужно еще греть. Не знаю сколько. Потом скажу. Сколько уйдет времени на все восстановление. Вот здесь пойдет процесс. Затем я тот раствор сюда понемножку буду добавлять. И таким образом восстановлю все. Вот она эта золотая метель. Только начинается. Но еще долго до того, чтобы все восстановилось. И возможно будет тоже еще реакция вспенивания. А возможно уже нет. Так что мало воды было. Раствор насыщен был. И золотом, и соляной кислотой. Нужно было влить сразу много воды. И побольше стакан взять. Ну вот. Золотая метель началась. И как бы утихла. Нужно добавить еще гидроксиламина. Вот такая вот красота. Где-то 50 грамм кристаллов гидроксиламина ушло. Где-то так примерно. Может меньше немного. Здесь восстановится. Затем буду доливать тот раствор. Ту половину. Что еще скажу. Для таких восстановлений нужна мешалка. Вот я помешивал палочкой. И восстановление. Как бы вот сейчас будет реакция. Нужно готовиться. Водичка должна быть рядом. Такая вот реакция еще продолжается. Я помешивал палочкой. И восстановление происходило быстрее. Вот эта палочка. Она тоже покрылась золотом. И вот комментария. И вот видите. Такая вот. Это прошла. И открылась. И вовсе. Вовсе. И вот сказала. И вот такая вот. Друзья. Поставил. И вот然后. вот пенка становится бесцветной значит уже восстановление идет завершение вот именно здесь в этом стакане потом еще буду доливать эту жидкость сюда же полтора часа времени прошло полтора часа и нужна мешалка обязательно потому что когда я помешиваю быстрее идет вот это все восстановление вот пена уже почти бесцветная еще нужно помешать и затем буду доливать вот эту жидкость вот этот раствор золота сюда понемножку и буду восстанавливать полностью ну вот почти все стакана там уже нету жидкость здесь то есть раствор золото и вот уже белая пенка прозрачные бесцветные полное осаждение еще нужно помешать и все времени ушло 1 час и 20 минут вот на такое восстановление если бы была мешалка сэкономил бы и гидроксиламин так как его ушло 70 грамм еще добавлял ну и времени вот сколько уже два часа времени ушло и и вот я оставляю вот этот осадок с раствором еще на минут 20 на плитке пускай вот так покипит и затем выключаю дам отстояться и посмотрим на осадок ну вот и все вот он осадок золото это раствор я слил другой стакан еще пока такой теплый здесь тоже вот парит вот такого цвета раствор вот она железо вот парит видно видно что еще такой не горячий но теплый раствор это осадок а вот здесь хлорная олова 2 и сейчас сюда вот кристаллики но сейчас бросим сюда проверим вот вот видим эти кристаллики при том крупные раствор чистый от золота это железо так что железо попало те слитки которые я вот почистил почистил только от железо больше ничего не было это железо это разные промывки это уже чистое золото сейчас сушить буду а затем можно взвесить перед плавлением высушил осадок ну и сейчас взвесим конечно можно было бы сплавить и взвесить но ради того чтобы посмотреть какой должен быть чистый осадок посмотрим на него и взвесим заодно вот конечно все не влезет в этот тигель то что не влезет останется в лотке вот тридцать шесть пятьдесят два тридцать шесть пятьсот двадцать миллиграмм ну и сейчас я сплавлю посмотрим на слитки этот осадок идеально высушим влаги там не должно быть ну вот считаем тридцать шесть пятьсот будем считать сейчас сплавим сплавлю я по где-то по 12 грамм внутри слитка сделаю вот оно это золото которое я делаю за кадром я часто упоминаю видео что я почищу слитки за кадром и затем отправляю клиентам вот такое вот золото чистейшие три девятки вот оно мы сейчас взвесим вот с обратной стороны так и взвесим я говорил что по 12 грамм буду плавить вот буры конечно не чистил тридцать шесть семьсот но там бура так и есть тридцать шесть пятьсот вот она бура в этих углублениях сейчас ближе что-то резкость плохая вот такие вот слиточки и в этих углублениях есть бура вот она имеет такой немножко вес вот такой вес вот такая вот очистка на этом все всем добра и удачи всем пока